Девушки отдыхают В прямом эфире На канале ОРТ интеллектуальное шоу Один на один Его ведет Александр Любимов Добрый вечер Спасибо большое за аплодисменты Добрый вечер, уважаемые зрители и телезрители Я слышал, говорят, выборы у нас будут Причем выборы президента скоро Будут, надеемся Даже один из кандидатов Некто Шакум обещал найти работу После выборов и Зюганову, и Ельцину Так что даже такие у нас Возможные претенденты, ну, чисто теоретически, конечно В шесть часов вечера Сегодня началась встреча в Кремле между Явлинским и Ельцином Пока она не закончилась Может быть, к концу передачи мы узнаем подробности от нашего источника А сегодня один на один два претендента На высочайший пост в нашей стране Это Владимир Брынцалов И Владимир Жириновский Как бы сказал Борис Николаевич На моем месте Тетки понимаешь Оставайтесь с нами Облагали нам, что вы пришли У вас ствол с собой, Владимир Алексеевич? Я достойным людям являюсь с открытой душой. И оружие никогда против них не применяю. Ну хорошо, просто вы говорили в интервью, что вы всегда ходите с оружием. Но с Владимиром Вольфовичем здесь не принято, да? Да, не от ничего. Я даже без пиджака, чтобы не было подозрения. Я бы хотел обсудить с вами, на мой взгляд, три главные проблемы. Война в Чечне, хлеб, то есть как дать людям еду, деньги и преступность на улицах. Давайте начнем с войны. Вы недавно сказали, Владимир Вольфович, что к первому июля готовы закончить войну, если вас изберут в первом туре. Да. Чеченцы готовы сорвать выборы. И в ближайшие дни, дождь на отсюда, будет два теракта. Сегодня сообщают, чтобы готовились в Володикавказе и Старопольском крае. Я должен сообщить, потому что когда это совершат, все поймут, что даже это знаю я. Я сейчас брошу эту телестудию, пойду звонить. Пусть руководят Старопольчак, я живу там, мои родственники. Владимир Вольфович, спасибо вам за информацию. Вы в Приднестровье живете, везде живете. Весело называется, но тем не менее. Закончить можно только силовым вариантом, не в смысле грубой силы, а выдавливанием боевиков. Их 6 тысяч за границу. Потому что у нас уже был такой опыт с басмачами. Это было 20 лет приблизительно, до 36-го года. И во всем мире так. Это люди, которые оружие не сложат, никогда не сложат оружие. Это бесполезно. Переговоры, они будут отдыхать, подлечиваться и снова будет идти война. Поэтому только силовой вариант и при том использовать спецсредства. Вот, кажется, Владимир Вольфович мог бы помочь побольше наркотиков, усыпляющих средств, для того, чтобы усыпить боевиков. Я думаю, что нужно применить законный метод. Мы с Владимиром Вольфовичем завтра в Думе поставим вопрос, чтобы объявить чрезвычайное положение в зоне чеченского бунта. Выселим на основе закона, вернее, эвакуируем гражданское население на основе закона чрезвычайного положения. Мы расселим гражданское население, дадим возможность пенсионерам получать зарплату. Кто хочет, работает. Пусть детям в школу пойдут. Чеченцев 300 тысяч молодых людей призовем в армию. У нас Северный Ледовитый Океан охранять некому. После этого введем войска и на основе закона чрезвычайного положения исполним неотвратимость наказания. То есть военно-полевые суды, применим все виды оружия, добьем. Ну, если надо, я тоже внесу свою лепту с частью зрения медицины. То есть вы считаете, что это реально, да? После этого вводим население, ремонтируем все нормально, законные органы власти. А потом, может, Владимир Вольфович говорит, надо провести референдум про вели чеченцы и иметь собственную автономию. Слишком дорога их сводолюбие для нас. Вы считаете, что это реально, да? Ну, это единственный способ только именно ликвидировать вооруженных боевиков. Их всего 4-5 тысяч. Ну, почему должны миллионы страдать, тем более психологически. Каждый день по всем каналам Чечня. Чечня, ну, дети уже вздрагивают. Надо запреть вообще эту тему. Не нужно об этом говорить. Все, хватит. Ну, ведь в Северной Ирландии то же самое. 26 лет, между прочим. Я почему говорю о длительной войне? Даже в Британии 26 лет идет война в Белфасте. И невозможно ее практически искоренить. Пока британцы силой что-нибудь не сделают. Или в Северной Ирландии не присоединятся к Ирландской республике. Но там есть необходимость. У Чечни нет другого государства. Поэтому не к чему присоединяться. Их можно выдавить. В Турцию там их полно. В Ирдании их полно. И очень легко, если бы они ушли туда. А если они уйдут в Дагестан? В Дагестан они должны пройти мимо и уйти в Азербайджан. Кстати, я об этом говорил с Дудаевым, Джохар Мусаевичем. Три года назад. Четыре часа я с ним сидел в его президентском дворце. И мы говорили. И он мне сказал, что он не может бросить эту идею. Его убьют свои. Видите, в любом случае он погиб. И действительно, если есть какое-то количество желающих жить в совершенно независимом чеченском государстве, 300 километров южнее, за пределами Российской Федерации. И об этом должны знать все раз навсегда. Кто хочет самостоятельности, уходите в родственные государства, которые есть на планете. Тем более по соседству. Это недалеко. Это Южный Азербайджан, это Турция и так далее. Здесь, конечно, когда мы сидим в теплой студии, так это выглядит, может быть, и вполне реально. Я вам скажу с полной откровенностью. Никакого плана Паяна или другого не может быть. План должен быть президента и государства Лидумы. Вот и все. Это можно. И такой план был представлен уже. Но помощники президента вырвали отдельные куски из этого плана. Не общую формулу. И он сегодня практически бездействует. Я думаю, желание президента поехать туда, это не его желание. Определенные силы хотят его якобы туда направить. А он туда не поедет. Но там якобы будет совершен покушение на него. И вот еще теракты, о которых я сказал. И это может послужить основанием для определенных сил, чтобы отменить выборы. Вот это самое опасное. Потому что как настойчиво ему говорят поехать. Владимир Иванович, Владимир Иванович, это не желание. Здесь гораздо большая опасность предстоит. Дайте, в чем заключается. Если убьют президента, с кем мы будем с тобой соревноваться на выборах? Ты же понимаешь, противника не останется нам. Интересно будет продолжать выборы нам. Но, когда я отвечаю избирателям, почему эта война идет, я не всегда говорю. Давно бы с ней покончили. Она нужна для возможного перехода в стране к каким-то новым формам правления. И вот сейчас нет в Чечне. Что делать? Надо проводить выборы в любом случае. А если кочегар войны подогреть сейчас, если действительно там будут какие-то теракты, можно поставить вопрос об отмене. Поэтому три года этот конфликт тлеет. После 16-го унина в любом случае будет прекращен. Если проводят выборы или до выборов. Но война закончится летом этого года. Но жалко десятки тысяч парней погибших. Если ваш план принять их в действие, то погибнет больше. Более того, я так понимаю, что мы не можем контролировать действия каких-то группировок. Они могут в любом городе России совершать террористические акты. Поэтому их нужно блокировать и не выпускать. Иначе они разбедутся по всей стране. У нас нет такой сильной армии, как в Британии, чтобы контролировать всю территорию от возможных таких терактов? Спецсредства есть. Хорошие спецсредства. Кто у нас сказал, что у нас нет сильной армии? Почему вы считаете, что наша армия не сильная? Вы видели какой-нибудь стратегический бомбардировщик Ту-96, нет? А, этот... Вы видели кого-нибудь? Ну, если, допустим, боевики берут больницу, вы будете применять стратегический бомбардировщик Ту-96? Вопрос же другой. Вот пример Израиля. Борьбы с Хезболлахом. Бьют по Хезболлаху, израильтяне попадают по Лнаху, по мирному населению. Аварим, эвакуировать мирное население нужно. 300 тысяч чеченцев, Владимир Вольфович постоянно говорит, которые не служат в армии советской российской. Попадают роды дудаевцев. Ликвидируют зоны пополнения людских ресурсов. Они будут у нас служить. А потом нападать на людей, которые агрессивны. Ну, простой пример. Мы пожалели их в прошлом году в июне в Буденновске. Шамиль Басаев. Уже спецназ поднялся на второй этаж, должны были расстрелять. Сегодня, через год, он главнокомандующий с семи бандами. Ну, что мы сделали? Продлили ему возможность и дали ему занять высокий пост военный. Больше ничего не сделали. Вопрос цены вопросов. Цены, конечно. Но ведь тогда, чем мы дольше это делаем, суммируем количество жертв за два с половиной года. Десятки тысяч. И суммируем одно нападение, силовой удар. Действительно несколько тысяч погибнет. Но больше не будет не то гибнет. Надо из этого исходить. Нам предлагают 16 триллионов, 1 миллиард долларов потратить на восстановление Чечни в этом году. За 5 триллионов отселим, устроим всех на работу. А за остальные 11 добьем всех, которые там остались. Почему такой план? Ну, этих денег, я так понимаю, реально нету. Это слова. Они туда пойдут, вы не молотитесь. Вот школы оставят наши, наших пенсионеров оставят, а деньги туда пойдут. К сожалению, деньги идут и расходуются как раз вот очень неправильно. Говорят, построили школу, больницу, вокзал, гостиницу восстановили. Приезжает комиссия. Где? Вот воронка вчера бомбили, вот сгорела, вчера подожгли. Деньги в банке. Банда наехала и увезла. Деньги уходят в пустоту. Это черная дыра. Это еще одна причина, почему Чечня существует. Это отмыв денег. Это обогащение десятков, сотен граждан, не только в Чечне, но и в некоторых других районах России, когда под видом войны или восстановления хозяйства люди зарабатывают очень много денег. Как иногда и на лекарствах зарабатывают. В Грозном, в Грозном разбомблены школы, мечети, там наши церкви. А банки, ни один банк не тронутся, функционируют. Банки стоят почему-то, ни один банк не сожгли. Почему банки ввозят деньги и увозят? Но если нужно будет отселять, денег же не будет. На отселение деньги не нужны. В каждом чеченском дворе, я видел, стоит 2-3 иномарки. Они огромное количество машин угнали из России, из Москвы, Петербурга. Поэтому семьи сядут на собственные машины, ничего не надо делать. Нужно предъявить ультиматум, что через 2 недели мирное население не покинет Чечню, начнутся операции по зачистке, невзирая на то, где находится мирное население. Они сами, взрослые люди, они обязательно уедут. А боевики останутся в определенных точках. Тогда уже начнется столкновение. Но, например, не в каждом доме все-таки иномарки все не так. Я видел с собственными глазами. Мы не должны допустить, чтобы один солдат русский погиб. Это что каждый день погибает? Это что за безобразие такое? В вашей точке зрения понятно. Владимир Брынцалов, оставайтесь с нами. Владимир Брынцалов, 49 лет, депутат Госдумы, президент АВО Ферейн. Окончил Новочеркасский политехнический институт. В президентской кампании участвует впервые. Считает себя первоклассником в политике, но хочет сдать экстерном экзамен на президента. АПЛОДИСМЕНТЫ Неправильно что-то сказали, да? Нет, хорошо. Нормально? Хорошо, хорошо. А я люблю молодость. Первоклассником всю жизнь был бы. Ну, подчеравесник. В ноябре 50-х. Реформа. Большинство населения, исключая вас, пострадало за последние годы в смысле своего финансового состояния. Можно ли, на ваш взгляд, и где взять деньги для того, чтобы улучшить ситуацию? Если вы будете президентами. Я знаю бесспорно, как это сделать. Бесспорно. У нас воруют. Не бандиты воруют у нас. Не чиновники воруют. Не кто-нибудь другой. У нас воруют стоимость нашего труда. Вот представьте себе, на севере добавим нефтегаз. Платим 100 долларов зарплату. Не платим зарплату, продаем ее, товар. Деньги кто-то получает, государство, неважно. То есть тот, кто добывает, деньги не получает. Вот суть моей программы. Труд человеческий. И все остальное должно иметь цену. Цену. Вот. Нет, реально. Вы приходите, допустим, к власти. Есть маленький бюджет. Я прихожу к власти, прихожу к Думу, к Владимиру Вольфовичу Жириновскому, к Ирнадию Ильичу Зюганову, к Явлинскому. Ко всем говорю. Ребята, давайте жить дружно. Во-первых, раз. А во-вторых, давайте закон о минимальной зарплате проведем тот, который градирует жизнь человека. Будет инфляция. Никакой инфляции не будет. Деньги, деньги. Ваше точкопление. Деньги, деньги. Это мерило человеческого труда. Нет, никто не спорит, Заня Васильевич. Просто денег нет. А как? А откуда они могут поймиться, если труд ничего не стоит? Объясните. Зачем нужны деньги, если труд ничего не стоит? Ваше точкопление. Здесь нужно действительно прибегнуть к новым источникам. У нас есть зарубежная собственность. У нас есть вклады в зарубежных банках. Это приблизительно 500 миллиардов долларов. У нас есть должники страны. И мы должны, так сказать, немедленно перейти к новой налоговой системе внутри страны. Должники у нас не кредитспособные. Способные. Ливия и Ирак готовы платить нефтью. Нам нефть нужна. Мы ее добываем с большим трудом у себя, а мы можем у них взять. И Ливия готова наличными платить. Не только по банковским, так считаем. Это деньги есть. Индия готова. Индия просит оружие, мы его подметалолом. Это же нельзя. Иран просит у нас огромные, так сказать, подведные товары. Допустим. Мы это можем продавать, и они платежеспособны. И Иран, и Индия. У нас есть возможность для торговли. У нас неправильная внешняя торговля. И самое главное. Пока мы не перейдем к новому административному устройству, внутренняя экономика развиваться не будет. Вот, Владимир Алексеевич, где его заводы? В Москве. Будет он открывать завод в Якутии и в Татарии сейчас? Он же боится. Он не знает, что будет с этими территориями. А с другой стороны, он стал новым русским. Он миллиардер. Но получается, второй раз обманули наших людей. В 17-м коммунисты обещали фабрики, заводы рабочим. Сегодня получили они единицы. Единицы обогатились. Но мы же обманули большинство наших граждан. Приватизация прошла. Владимир Алексеевич доволен. Он стал собственником. Но миллионы не стали собственниками. Вот мы два претендента. Я нищий. Вот часы завод Слава 80 тысяч рублей всего. Вот часы 80 тысяч долларов. То есть в миллион раз дороже его вещи. Почему так произошло? Ну не 80 тысяч. Нет, ну сколько? Скажите точно. Сколько стоит 60 тысяч? Давайте перейдем вообще к делу. Нет, так это дело. Это дело. Поэтому мы будем искать деньги очень долго. Если одна группа граждан будет бешено обогащаться, другая никогда не сможет нормально жить. Мы должны остановить незаконное обогащение кучки граждан и дать возможность большинству хоть немножко лучше жить. Поэтому это нужно сделать сегодня. Но пока нет закона, нет порядка, не действует конституция, нет нормальных политических партий. Посмотрите сегодня, 11 претендентов. Что за ними есть? Ничего же нету. Только две партии. Коммунистическая, которая должна уже сойти с политической арены за все ее действия за прошедшие 75 лет. И ЛДПР. Я из 11 единственный. Надо уйти бы это вообще. От партии, от политической силы идет один претендент. Только я. Вы идете от самих себя. Так нельзя идти на высший пост от самого себя. Хочу быть президентом. А где за вами политическая сила? Ну как, Владимир Валерийович, хоть он и миллиардер, у него политическая партия строит. Это стало сейчас. Он молодец, он создал ее. У меня непонятно название. Русская и социализм. Уже это было. Не русская и социализм. Она лопнула. Не согласиться. Давай. Первое. 15 тысяч человек русской социалистической партии вышло на демонстрацию 9 мая. Раз. В честь Великого дня. 20. Раз. Второе. Я скажу, что мы должны, мы должны в нашей стране по-другому источники дохода. Если мы возьмем за границу, сколько бы денег мы взяли кому дать? Для чего? Кормить просто народ? Нет. Вернуть сюда. Вы зачем туда откачали все? Это второй вопрос. Кто мешает с вами? Методология моя говорит на другом. Каждый человек должен иметь право на собственность. Обязательно. Рабочий на собственность своей профессии. Вот сейчас рабочий не имеет собственности свою профессию. Он работает на заводе и получает 100 долларов. Ему никто ничего не платит. Я говорю, верните рабочему не фабрику, она ему не нужна. Фабрика нужна капиталисту. Пусть он на этой фабрике работает. То есть рабочему вернем стоимость его труда. Вы понимаете, что деньги это меряло стоимости труда. Надо же к Святославу Николаевичу в партию вступить. Да, Святослав Николаевич, понимаешь, он не может за мной гоняться. Он же никак не может гоняться за мной. Понимаете причину? Да, кстати, я должен вас предупредить, нужно быть корректнее с другими кандидатами. Я понимаю, что идет предвыборная система. Можно по-другому сказать, что он, допустим, врач. Пусть лечит больных. Давайте я по-другому скажу. Вы фармацев тоже давайте лекарства для больных. Я же занимайтесь своим делом и все. Абсолютно вернусь. Чтобы не было проблем. Я думаю, что... Так вот, я предлагаю. Труд оценить в стране. Труд интеллигента ваш должен оценен быть. Труд рабочего. Труд крестьянина. Труд армейского работника. Труд чиновника, чтобы у него совесть была свободна. Труд лидера ЛДПР, чтобы государство содержало его партию, а не он искал где-то копеечки эти. Партия, которая имеет политический стаж, должна финансироваться, частично за счет автаза государства. Правильно. Ну, оценили мы все. А казна куста. А, подождите, второй вопрос. Второй вопрос. Что, Владимир Вольфович, равноценно человеческому труду на земле, вы знаете, нет? Да. Что? Что? А я отвечаю вам. Земля! И дальше что? Вот два квадратных метра земли. Земля есть. Земля. Руки есть. Люди есть. Нет тут денег. А вот под эту стоимость денежки надо выпускать. Вот правильно. И дать возможность обменивать людей. Не только под это. Труд на труд. А мы что делаем? Мы открыли границы. И чужой труд покупаем спокойненько за те нефтедоллары, которые добываем бесплатно на севере, не платя ничего. Так вот, три вопроса надо решить. Абсолютно, которых вы правильно сказали. Только я более, как капиталист, конкретизирую. Первое. Оценить труд, провести законы о минимальной зарплате. На уровне четырехкратного прожиточного минимума. Плюс налоги государству. Что вы сказали? Второе. От этой зарплаты будут формироваться пенсии 80%. Вы знаете, примерно 80% пенсия должна быть от минимальной зарплаты. А не 15 долларов. Третье. Дать новым русским, так вы их называете. Бог с ним, но я все равно политик. Я уже не новый русский. А как вы совмещаете? Вы уже совмещаете. Я профессиональный политик. И платежки подписываются. У меня жильяновский сильнее политик, чем. Ну ничего. Дальше. Значит, дать капиталистам нашим, которые выпускают товары, продавать эти товары российским гражданам. В первую очередь. То есть границы закрыть. Чрезвычайные, таможенные, карантинные мероприятия на границе. Ни один товар в готовом виде не должен покупать. Мы не должны. А в стуке иностранные покупать. Я держу с вами. Покупать русскую мануфактуру. Иванов, Владимир. Нет, лучше хорошее покупать. Дальше. 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 Нагога-реформа, Владимир Вольфович. Абсолютно право сказал. Российское государство создали российские граждане. И они обязаны за счет своих нагогов содержать это государство. А не Международный валютный фонд, ГКО и прочее прочее. Спасибо. Вам вопрос. Вы сейчас довольно жестко высказались по поводу Зюганова. Сегодня выступили с инициативой, что Лебедь, вы и Зюганов как-то там вступите в переговоры с Ельцином. Будет общее. Ваше интервью сегодня Интерфаксу. Интервью? Да. Эта идея в принципе была бы сказана... Реально сделать общую коалицию? Нет. Идею мы высказали еще год назад. Основные политические силы втянуть в какой-то новый орган. Допустим, это госсовет какой-то будет. Чтобы выборы как бы вообще их не было, да? Нет, выборы пускай будут. Но можно договориться в рамках вот этой новой какой-то формулы о разделе власти. Ну как вы с Зюгановым собираетесь договориться? Я не знаю, я-то не собираюсь. А вы с ним говорили об этом? Нет, я не говорил. Я вообще ни с кем не говорил. А в чем суть вашей инициативы тогда? Инициативы моей напрямую здесь нет. Мы выдвигали эту идею давно уже, что пусть соберутся основные политические силы. И договорятся, раздели власти. Потому что 16 июня все боятся. Все боятся. Если остается Борис Николаевич с этой же командой. Не все хотят этого. Вот и Владимир Алексеевич этого не хочет. Не хочет, хотя он, казалось бы, при них обогатился. Вы даже здесь не можете договориться. Как можно договориться еще с Зюгановым? Это сложно. Можно, можно. Он ему заплатит. И все будет нормально. Я же предлагал фракции. Владимир Жириновский, оставайтесь с нами. Ведь 17-й вам заплатили. Владимир Жириновский, 50 лет. Депутат Госдумы. Основатель либерально-демократической партии. Имеет два высших образования. Повторно участвует в президентских выборах. Утверждает, что хочет сделать Россию сильной и неделимой. Спасибо большое, что вы сказали здесь по проблеме реформирования нашей экономики. Преступность. Преступность на улицах, наверное, больше всего волнует людей. Давайте я и начну. Владимир Алексеевич, это тоже неприятная вещь об этом говорить. Почему? Потому что все богатства, которые приобрели наши граждане за последние пять лет, в большинстве случаев, это все-таки пути, которые не связаны с законом. Я их не обвиняю. Это общество их заставило так делать. Потому что с 2017 года мы обманываем. Мы говорим, обогащайтесь, но не даем вас нормально. Я на телевизору смотрел три ваших дома. Не в смысле зависти, но, конечно, это уже... Дома хорошие. Абсолютно Владимир Волфович прав, я скажу вам. Почему он говорит, что коммунистическая партия Советского Союза, членом которой он состоялся, помогла нам обогатиться. А Леонид Алексеевич, кстати, выгнали за то, что он дом построил первый. В 1980 году они создали кооперативы. Помните? Пчелка он у вас называл. Пчелка полетела. Мы пользовались льготами, не платили налоги. Они нас поощряли 2-3 года. Ну, а потом видят, что мы приобрели какой-то капитал, начали прижимать. Ну, не я же это делал. Нет, конечно, организованный преступный случай неорганизованный, наверное. Я вам говорю, что преступность главная, по моему разумению, это преступность государства. Значит, продолжается коммунистическое правление. Три вида коммунистов правят страной. Первый, самый удачливый, это Борис Николаевич Ельцин, он наш царь. Ну, естественно. Менее удачливый сидеть перед вами, хотя я, в общем, не коммунист. Я имею собственность. Но был, и был социалистом, и у Рыбкина, и у Севера. Самый неудачливый, вот Зюганов и все остальные в Думе сидят. Ну, в том числе, вот, к сожалению, не было. Но, вообще-то, ну, так получилось, что кроме Думы ничего не досталось. Так же? Ну, я... Я это самый у тебя совестливый человек. Я строил бизнес, и из бизнеса иду в политику. Ну, некоторым не удалось, значит, сделать бизнес, а не сразу в политике. Ну, это более одаренные люди, видимо, оказались. Я потренировался на бизнесе, доказал, что я бизнесмен. Значит, и вот сейчас пойду, как говорится, с чистой совестью в политику. Пока я знаю, дома показываю, за жену свою роскошную показываю. Ну, как и Владимир Львович, тоже на Мерседесах ездим. Правда, он молодец, сейчас на ЗИЛ присел. Да, если я осуществлю. Ну, против ЗИЛа нет приема. Это все. Я уже преклоняюсь, Владимир Львович, перед вами. Ну, уличная преступность. На улице, что делать с ними? У вас охранники и пистолет. У миллион граждан нет этого. Вот что им делать, как их защитить? Конкретные меры нужны. Я называю пять, а потом вы свои пять назовете, если они у вас есть. Кадровый состав очистить верхушку МВД и призвать новых офицеров, которые у нас есть, подготовленные, ушли из КГБ, все время из армии. Это процентов 10 понижает. Второе. Применить национальный момент. Сегодня вся преступность, она национализирована. Банды там, дагестанцы, чеченцы, осетины, грузины, азербайджанцы и русских. Очень много русских банд. Вот мы русским говорим, я начальник УВД Москвы, вот у меня действует в городе 10 национальных бандистских группировок. Я говорю русским ребятам, беру там Солнечногорская, Солнцевская группировка, Люберецкая. Уберите из города мне национальные группировки. Я вам прощаю, выдаю чистые паспорта. Процентов 10 согласится. И мы руками преступников уменьшаем еще на 10%. Третьим я говорю, за границу, Москва-Вена, самолет готов, аэробус, Шереметьево-2. Пожалуйста, паспорта и даже суточные. Уезжайте. Часть уедет. Потому что они должны уехать. Они же боятся. Они же очень ногу наворовали и руки в крови. Это уже 30%. Они все курируют бизнес. Фабрику, ферраин, еще какие-то обеднения, банки, конторы, казино. Легализуйте свой бизнес. Станьте легальными, вы же члены правления. Это еще 10%. И пятое, уголовная репрессия. Когда эти все 4 меры будут, так сказать, осчислены, но преступность все-таки сохраняется где-то, тогда усиление уголовной репрессии. То есть разрешить применение оружия. Там, где банду застали на месте преступления, разрешить расстрелять ее. Иначе мы этот вал преступности не остановим. И, естественно, по телевизору показывать не шикарные машины, красивые часы, казино, а показывать уничтоженных бандитов. На какое-то время. И вместо этих, не знаю, зубных порошков или тампонов этих, лучше показать уничтожение наших преступников. А тампоны-то тут в чем? Потому что вся страна знает, что какой-то девочке понравился какой-то тампон. Ну что, мы должны об этом знать? Зачем это показывать на всю страну? Нет, ну гигиена тоже, наверное, важный вопрос. Это нужно соблюдать, но не официровать. Владимир Голович, вы согласны, что тюрьмы переполнены? Переполнены. Абсолютно. Вот сейчас я предлагаю такое решение вопроса. Значит, мы штрафные батальоны формируем из тех, которых переполнены в тюрьмы. Формируем их, получим немножко, хотя они умеют все воевать, и в Чечню направим. Немножко разрядить обстановку в тюрьмах нужно. Так же, нет? А потом все ваши меры, как говорится, применять, чтобы преступников посадить кем. Вы были правы. Когда-то я тоже так говорил, но я уже опытный. Специалисты мне сказали, что они разбегутся. И нам потребуется очень много войск, чтобы их искать. Или перейдут на сторону чеченцев. Вот в чем проблема. А сейчас скажу, Владимир Вольфович, все это шутки. Ничего у нас не получится таким способом. Пока мы экономику не избавим. Но это уже 50 лет. А как? 50 лет. А вот меня изберете президентом, я вам гарантирую. Новый Карл Маркс. Через 5 лет живем при коммунизме. Нет, Владимир Вольфович, я скажу, не новый Карл Маркс, а новый русский. По вашему мнению. Хорошо. Капиталист бывший, предприниматель, очень серьезный и очень богатый. Который по копеечке сложил свой дом. По копеечке за 2 года. Ну, 16 лет. 16 лет. А курочка по зернышку клюет и сытая жиры не капает. По зернышку, все курочки, это зернышка дают. Экономика. Экономика. Экономика, согласен. Если люди не будут сотрудничать со государством, никакую преступность мы не поддавим. А экономика в США есть? Есть. Так вот, мы единственные положительные имеем показатели по стране в США. Там уровень преступности до сих пор выше, чем у нас. При их отличной экономике. Из-за слова коммунистов. Вы в этой партии были, к сожалению. Спасибо за вашу точку зрения. Еще один вопрос, который важно задать. Мягко говоря, у вас шансов нет победить, Владимир Алексеевич. Он получит. У вас чуть больше, но тоже, вероятно, шансов мало. Я имею в виду, просто взять любую статистику, даже самую анти-Ельцинскую или самую анти-Зюгановскую, но вероятнее всего эти два кандидата выйдут в какой-то финал. Многие вас в этом смысле будут обвинять в том, что вы отбираете голоса в пользу коммунистов. Вы отбираете голоса у Ельцина, которого, правда, здесь ругали. Впрочем, как и вы. Зачем? Сейчас так модно, всякие коалиции. Вот Григорий Алексеевич до сих пор еще от Бориса Николаевича не вышел, как нам сообщили. Третий час сидят. Он просто очень много, ему ничего не было. Я вас разочарую. Для многих кандидатов участия в предвыборной борьбе праздника, для меня это работа. Тяжелая, нудная, кропотливая. Вот мы вместе с Вадимом Володимировичем ходим к избирателям, заказываем. Это раз. Второе. Я вам скажу секретные рейтинги. Хотите? Ну, какие-нибудь очень секретные, потому что я... А вот скажу, у Зиланова 25%, у Бронсанова 18%, а у Борис Николаевича 7%. Вот рейтинги. Люди любят успех. Ну, это вы в своей фирме, наверное, проводили. Я вам скажу, а наша фирма обслуживает 150 миллионов россиян, чтобы вы сдали. Каждое третье рейтинга. Не на эту проблему. Насчет ваших лекарств, Владимир Алексеевич, я купил, и специально посмел. Действительно, феррайн написано. И вот вашу таблетку не выдавить, ее нужно выковыривать. Зарубежные запросто выдавливаешь. Так, чтобы мы еще поработали. Крепкий орешек, Бронсанов. Крепкий, крепкий. Крепкий орешек. Лекарства должны спасать. Ваша точка зрения. Я согласен, что у действующих президентов всегда больше шансов. У Зюганова больше, потому что старая партия, и это нам опасно. Но я спокойно стою на третьем месте. И если люди боятся, что останется Ельцин, останется эта политика, или боятся прихода левых, как раз вот третий на подходе, когда можно было бы найти какой-то вариант. Я не говорю, что именно мне должны отдать все голоса, я в данном случае реалист. Но можно было бы создать какую-то широкую коалицию, чтобы у нас не было страха, чтобы коммунисты получили очень мало процентов, 20, не больше, для своих, так сказать. Но максимум 30 у них есть. Нет, я говорю, для машины управления, чтобы мы не боялись. Чтобы немножко уменьшилось, может быть, влияние президента нынешнего. И новые политические силы вошли органически в структуру управления страной. То есть, чтобы те, кто власти, начали медленно уходить, и новые силы медленно входить. Чтобы не было резкого перепада 16 июня. До 2000 года новые силы обретут опыт, и президент увидит, что можно спокойно ему уйти, ибо третий раз он вообще не имеет права уже участвовать в Конституции. И коммунисты, когда такие, как Брынцалов, если сумеют обогатить наш народ, то коммунисты уже никогда не пойдут избирать за коммунистами, потому что действительно никто не хочет быть бедными. Потому что нам нужен перерыв на три года. Чтобы перерыв был без войны, как на Кавказе, а эта медленная война может распространиться и дальше, нам нужно обязательно сегодня создать широкую большую коалицию. Но не методом Невлинского, который вымаливает на коленях пост премьер-министра и забывает об этом, о том, что он обосит в Конституции. Его сейчас нет в студии. Я знаю, но так не нужно, простите. И то же самое Федоров заявил. Он говорит, не гожусь в подмастерье. Слушайте, ну так нельзя. А почему должен врач от полиции... Да, но с Югановым, наверное, тоже невозможно сделать коалицию. С Югановым может дать им несколько постов, минимальных, не ключевых, чтобы они были в исполнительных структурах и они есть в парламенте. Через три года в парламенте у них резко сократится их влияние. А на постах в исполнительной структуре они не смогут ничего реально сделать, чтобы завоевать дальнейшее доверие. Сами голосами, в принципе, вы жертвовать не готовы. Мы жертвовать не будем, но можно договориться о разделе власти. И создать такую формулу, чтобы 16 июня не было для нас новой революции. Чтобы мы не ждали осенью вспышек насилия, потому что продовольствие в стране кончается. И Владимир Алексеевич ничем не накормит сейчас. Он накормит через три года, он обещает. Его таблетки не будут есть вместо колбасы. В этом есть разница. А денег нет тоже, потому что такие, как он, он молодец остался. Но большинство таких, как он, уже деньги переправили туда. И имеют билеты до 16 июня отъехать туда, до 1 июля. Вот в этом вся беда, что сегодня экономическая жизнь замерла. Сегодня никаких сделок не происходит. Никто не дает кредиты, инвестиции. Все молчит, все в ожидании страха. Что же будет 16 июня? Это страх нужно побороться. Это верно. Спасибо большое за то, что вы искали свои точки зрения. Ну, войну мы уже почти закончили. Закончили. Реформу провели. Накормили все. Преступность. Решили теперь позволить нашим зрителям задать свои вопросы. Оставайтесь с нами. Аудитория. Андрей, пожалуйста. Еще лет 10 назад сделать выбор было легко и просто. Помогало отсутствие выбора. Один сорт колбасы, одна модель обуви, один кандидат. А сегодня выбор приходится делать на каждом шагу. Но, может быть, вопросы наших зрителей помогут нам сделать правильный выбор 16 июня. Итак. Очень много сейчас говорится о том, и сегодня очень много говорилось о том, что нас разъединяет. О крови, о насилии, о жестокости в том числе. О том, что происходит. У меня вопрос и к Владимиру Вольфовичу, и к Владимиру Алексеевичу. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, может объединить столь разных нас, столь разных россиян, столь разные политические силы всевозможные в стране? Вот сегодня. На какой основе мы можем объединяться? Я? Пожалуйста. Я говорю, что сила любого государства заключается в силе основного племени, населяющего это государство. То есть в силе... Да. Это кто? В силе русского народа. Если русский народ не будет сильный и не возьмет себя на ответственность за все происходящее в нашей стране, ничего не слушается. Все мы развалимся. Остальные хуже, да? Поэтому я не говорю об этом. В чем-то здесь можно согласиться, нужна идея общая, национальная. Но это должна быть любовь к России. Но Россия – отечество для всех. Если мы сейчас резко выделим только русских, то миллионы других граждан другой национальности, они перестанут работать. Начнется саботаж. Они скажут, вот это опять будет новое общество только для русских. Теперь им нужно упаковывать чемоданы. Представляете, у нас все время мы кого-то заставляем бежать из страны. Мы должны покончить с любым страхом. Вот почему ошибка у вас в названии партии. Я тоже за русскую идею, но в названии партии нет слова «русская» и «социалистическая», от которого мы уже устали от социализма. Вот если нужно, все-таки идея должна быть одна – любовь к нашей Родине. Вот той, которая есть – Россия. И все наши вопросы. И дариться тем, что мы граждане России. Любой национальности. Я, к сожалению, говорю, что я больше люблю русскую христианскую церковь. Я больше люблю русских. Я русский, я родился русским. Не знаю почему. Обязательно любить надо. Не знаю почему. Вот удивляет меня. В любом случае не напугать тех, кто еще не русский. Никто никогда русских не боялся. У русских есть генетики, заложен код – неумение эксплуатировать чужие народы. Вы согласны, нет? Но почему, почему течень – война? Потому что в Чечне, да ты течни. Ой, 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 ой. Что-то у нас тут, следующий вопрос. Очень уж у нас так все пошло, как и да. А мы выбираем нас неплохо. Плохо. Что заложено? Мы здесь, кем добрые. Я прошу прощения, позову нашим зрителям задать еще вопросы, пожалуйста. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. Да. Владимир Вольфович, в своей программе вы хотите вернуть Россию в рамки ее естественных границ. Что значит естественные границы? Имеется в виду ли Абхазия, Украина, Белоруссия? И как вы собираетесь это сделать? Таджикистан. Все добровольно, только если будет желание тех территорий, которые стали независимыми. Таджикистан готов хоть завтра войти. Я практически говорю. Белоруссия, Абхазия, Приднестровье. Ни в коем случае никого. Мало того, я тоже хочу как бы внести корректировку. Надо наоборот теперь нам не принять некоторых. Вот кто захочет за Кавкази, их вообще принимать не надо, даже если они будут нас очень просить. Поэтому речь не идет о том, чтобы снова какие-то территории примкнуть к России. Мы из-за этого и страдаем. Но исторические территории, Северный Казахстан, это Россия и славянские государства, я думаю, что это было бы нормально и в том числе для экономики, в том числе для разделенных семей. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. У меня вопрос к Бронцалову. Каким образом вы собираетесь обеспечить безусловное главенство рубля? Это сказано в вашей программе. Значит, я сижу у одного чиновника, большого, высокопоставленного. Знамя стоит и сейф. Я спрашиваю, что такое знамя российской государственности, а сейф? Что там находится? Да, зарплата. Что ты будешь спасать, если будет пожар у тебя в кабинете? Конечно, зарплату. Вот мы должны спасать рубль каждый день. Дубенин, директор Центрального банка, должен каждый день думать об укреплении рубля. Ему должен сказать это Борис Николаевич Ельцин, Виктор Степанович Черномырдин. Укрепляя рубль, мы укрепляем нашу астронацию, нашу зарплату. Идет торговая война с нами. Рубль – это оружие наше. Рубль – оружие. А мы оружие – это каждый день. Уменьшаем. Отбор только лишь по одному принципу. Любовь к родине. Чтобы не было любовь к партии, какой-то идеи. Как вот Владимир Алексеевич говорит, чтобы он только любил русских и христиан. Тогда у нас снова будет уже КГБ, так сказать, заботиться будет только о какой-то национальной группировке. Упаси Бог. А как определить любовь? Нет, ну имеется в виду, конечно, не определяет любовь, а чтобы он… Это действительно были службы государственной безопасности. В чем была беда КГБ? Почему они проиграли в 1991 году? КПСС рухнуло раньше, чем КГБ. И КГБ осталось сиротой. Оно было при КПСС. А если бы КГБ оставалось при государстве, то Россия не рухнула. Пусть-то партия уходит как можно быстрее, а органы госбезопасности остаются. То есть они не должны быть при какой-то партии, при какой-то политической структуре. Вот эти мощные силовые… То же самое и армия. То же самое. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Владимир Вольфович, почему перед самым выбором вы потеряли такую личность, как Венгеровский? Мы ничего не потеряли. Человек болеет. Вот, кстати, лекарства Феррань фирмы не помогают до сих пор. Уже 6 месяцев он болеет. Кстати, он обвинил вас в связи с измайловской группировкой, по-моему. Не, ну группировок полно. Вот и Владимир Алексеевич тоже имел какая-то группировка. Они выпускают лекарства. Мы же не знаем. Нормальный человек. У нас полно людей, которые с чем-то связаны. У нас вся страна сегодня, как говорил Говорухин, совершила криминальная революция, и мы не знаем, кто чем занимается. Поэтому я же не могу допрашивать человека и брать его анкету. У нас вся страна поделена. У нас есть Измайлова есть, у нас есть Солнцева, у нас есть Бирюлёва, у нас есть Люберцы. Так что мы должны теперь уже от всех отторгать? Это граждане, это избиратели. Они все имеют полное право голосовать, и мы должны учитывать их тоже позицию. Пожалуйста, следующий вопрос. У меня вопрос к обоим. Вот мне кажется, у вас есть что-то общее. Скажите, вот в случае победы одного из вас на президентских выборов, вы сегодняшнему вашему оппоненту предложили бы место в правительстве? Я с удовольствием бы дал место министра здравоохранения. По вашему сегодняшнему интервью вы на рынок хозяйства претендуете? Нет, я имею в виду, если удалось бы о чем-то говорить, то я знаю, что никто нам не отдаст нефть, газ, финансы, но хоть какое-то экономическое ведомство. А Владимир Алексеевич был бы прекрасным министром здравоохранения. Получив такой государственный пост и его опыт, он бы хорошо поработал. Без всякого сомнения, учредил бы Министерство пропаганды и агитации, Владимир Львович Сергеевич, тоже геробец. Правильно. То, что не хватает сегодняшним демократам и коммунистам. Пожалуйста, следующий вопрос. Уважаемые господа, у меня вопрос к обоим участникам нашей дискуссии. Богатый человек никак не может быть глупым человеком. Поэтому я хочу задать вопрос. Ответьте, пожалуйста, оба на один мой вопрос. Мы долгие годы выдавливали кого-то. Выдавливали немцев, выдавливали поляков, выдавливали афганцев в течение 13 лет. Вот тут был призыв выдавить чеченцев куда-то. Причем, минуя Дагестан, даже в Азербайджан хотелось бы, чтобы Жириновский нашел такой путь. Нет, это предварительная компания все-таки. Как же объяснить то, что всех, кого мы выдавливали, сегодня живут намного лучше нас и спокойнее. А к чему приведет очередное выдавливание какого-то народа, какой-то страны куда-то? Спасибо за вопрос, пожалуйста, Владимир Владимирович. Мы ни в коем случае никого не хотим выдавливать. Только никто не должен браться за оружие. Давайте обо всем говорить, встречаться, проводить референдумы, но браться за оружие нельзя. Если какая-то группировка взялась за оружие, то мы должны все-таки остановить это. Речь только идет об этом. Остановить вооружение. Путь – это мятеж. И государство вправе остановить мятежников. А вы только с русскими, да? Я говорю совершенно о другом. Немножко неправильный вопрос поставил. Умными рождаются, а богатыми становятся. Преступниками тоже не становятся люди. Рождаются преступниками? Сразу не становятся. Они рождаются нормальными людьми, умными. Но, видимо, так воспитали их родители, так их воспитали лидеры, что они стали на преступный путь. Не место. Но немножко в этом виноваты и новые русские. Когда молодые мальчики видят, как они хорошо живут, они вынуждены искать быстрый путь такого же обогащения. Да, у всех пугаетесь. И демократов, и людей. А может быть по-другому? Вот есть у нас спецам, проскафельников. Мальчики пусть обращают внимание на спортсменов. Там тоже хорошо живут. Это помешали. Спортсменам тоже помешали. Благодарю вас, что вы приняли участие в нашей программе. Но у нас есть традиции пожимать друг другу руки. Правда, сегодня у нас вообще так все мирно. В доме-то вы пободрее. Часами. А, часами. О, давайте. Ну, а это просто событие. Владимир Владимирович, я просто... Да, да, это серьезно. Это серьезно. Подарок от Жириновского, Владимир Владимирович. И мы можем обняться. Ну что ж, мы сегодня, видимо, с вами присутствуем при создании Единственные, настоящие древние силы. Давай подключайся. Один раз, ты пидорас, дай. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги. Но, тем не менее, спасибо большое еще раз. Спасибо большое, что вы смотрели нашу программу. Будьте с нами через неделю. Спасибо большое. Спасибо большое. Он награждается, что я поднялся. Почему? Спасибо. Спасибо.